Привет, друзья! Скажите, а кто боится выступать на публике, выходить в эфиры, выкладывать свои фотографии, выходить в люди, орать песни посреди площади у толпы рядом стоя, чтобы все слышали, кто боится? И второй вопрос. И кто идёт в свой страх и делает, даже если боится? Выходит в эфиры, поёт песни на улице. Я и не я. Это как-то, Тимур, я и не я. А я это, наверное, на первый вопрос, и не я на второй вопрос. Типа я боюсь, и поэтому я не выхожу. А я некрасивая, получается, на фото. Я тоже некрасивая, получаясь на фото. Но есть чудеса фотошопа, которые могут закрасить синяки. А если вы будете улыбаться, даже ничего не делая, то вы будете очень красивой. Некрасоту на фото и вообще в жизни делают ваше вот такое лицо. Когда вы грустны и в депрессии, когда вам весело, когда вам хорошо, когда вы улыбаетесь, и люди видят красоту в вас. Если вы неудачно выходите к зеркалу и тренироваться, улыбаться, улыбаться, смеяться и поднимать себе настроение. Тренируемся возле зеркала. Когда вы себе понравитесь такой улыбашкой, тогда начнёте нравиться и людям. Давайте почаще улыбаться. У меня нет потребности выступать, но если бы была, я бы боялась, наверное. Представьте, мы ещё не пробовали, но мы уже заранее боимся. Слово «наверное» здесь прямо очень точно передаёт. Такая игра разума. Нужен опыт, приходится переживать. Никак не могу докопать до сухости своего языка. Обследования ничего не показывают. Заходим в интернет. У всех, у кого проблемы со здоровьем, у всех, у кого проблемы с телом. Заходим в интернет и читаем. Это просто вам от меня лайфхак. Подсказочка. Читаем, какую функцию орган выполняет в теле. Что делает язык, для чего ему рецепторы, для чего он увлажнён. И вот эти все научные данные читаем. И смотрим, где я в жизни так не делаю. То есть, где я не выполняю такую функцию в жизни. То есть, переложите то, что вам транслирует тело, на реальность и ваше поведение. И вот подсказочка, что почитайте функцию организма. Функция глаз, зрение, смотреть. Определять предметы, его форму, его цвет. Мы можем глазами увидеть плотность. Да всё мы глазами можем увидеть. Где я в жизни не хочу смотреть на реальность. Допустим. Где я не хочу видеть чётко то, что мне жизнь моя показывает. Куда я не хочу смотреть, что я не хочу наблюдать, что я отрицаю. Не-не-не, это не у меня. Нет, это не моё. То, что я вижу, не-не-не, это нереально. Где мы отказываемся. Точно так же все наши органы, они нам дают подсказку о том, что мы в жизни отрицаем. А мне пофигу. Я игнорирую внутреннего критика. И просто снимаю сториз, какие я хочу и что хочу. Молодец, Маргарита. Вот ты молодец. А я из мега робкого в популярного блогера прыгаю. Если нужно, с кайфом. Очень нужно Тимуру. Причём нужно с таким кайфом прыгать. Конечно, когда ты уже перешёл этот шаг и начинаешь вещать. Всё, какие-то страхи, которые у тебя были надуманы, не исчезают. Когда мы идём в страх. Вчера как раз в эфире тоже спрашивали про страх. Любой страх, основа его — это неизвестность. Нам неизвестно, что будет дальше. Ну, представьте, самые-самые страшные. Вот какие могут только представиться события, которые последуют, если мы это сделаем. Ну, выйду я в эфир. Ну, что может случиться? Корову проиграю. Деньги со счетов спишут. Лишусь дома. Лишусь, там, я не знаю, рук, ног, глаз. Я ничего же не потеряю. Ну, скажет мне страх осуждения. Ну, скажет мне. Вот, она безграмотная, говорит, как деревня, плохо выглядит, не так одета. Ну, кто это говорит? Это говорят люди, которые завидуют. Это говорят люди, которые сами боятся выходить в эфиры. Это говорят люди, ну, они же себе говорят, правильно? Которые не любят себя, не ценят себя. Ну, так помогите им раскрыть это в себе. Помогите им увидеть себя. Да, как они к себе относятся. Люди, которые осуждают других, понятное дело, так к себе относятся. Потому что люди, которые себя любят, они никогда никого не будут осуждать. И плюс еще здесь немаловажный момент. Вы еще не пробовали, вы еще не сделали, но вы боитесь осуждения заранее. Хорошего человека, просто ангелочка. Мы делили говняшкой, что он такой плохой, будет вас чмырить. Но он еще даже рта не раскрыл, даже вас не видел, не знает. Вы уже заранее определили, что люди такие говняшки все вокруг, что вас начнут чмырить. Ну, прикиньте, ну зачем вы это делаете? Если вы будете считать, что люди вокруг вас классные, они все вам желают добра, то вы будете в материальной действительности находить эти подтверждения. Но если вы считаете, что вас будут чмырить, потому что вы сами наделили человека такими свойствами, что он такой фу-фу-фу-фу-фу, то он такой будет, потому что материальная действительность нам всегда подтверждает наше убеждение. Поэтому перестаньте заранее придумывать и наделять, раздавать всем людям роли, как это должен себя вести, что это должен сказать. Не будьте эгоистами, дайте каждому проявиться, как ему нравится. Но осудят вас, ну это же его проблемы. Это же он теряет свою энергию, осуждает других людей, не замечая, как он сам живет. Но это же его проблема, правильно, не ваша. Вы всегда найдете свою аудиторию. У меня 50 на 50. Сейчас понимаю, что я хочу смотреть на реальности то, что я отмахиваюсь от нее. Вот. Благодарю вас за эфиры. Ну, я благодарю вас, что вы меня смотрите. Шеф нехороший человек, по трупам идет, подавляя подлость. Ну да, все, что вы в нем рассматриваете, это вы в себе отрицаете, пытаетесь в противоположной штуке. Ну то есть вот это отрицаете подлость. А здесь искренности, что на другом конце вы хотите быть вот таким, хотя у вас есть все и вы целое. Ну что-то вы, понятно, в себе отрицаете. Любовь — это увидеть недостатки в других людях, принять как свои и оправдать, почему это хорошо, почему подлость является целым вместе с противоположным, хорошим качеством. Это же мы наделили и плохие, и хорошие качества, которые на самом деле все нейтральные качества. Вот. Но мы решили разделять. Это плохо, это хорошо. Будем одно отрицать, за второе бороться, и ничего не получим. У меня однажды была выставка картин, и хотя все прошло отлично, я поняла, что терпеть не могу публичность, слишком дискомфортно, продолжая рисовать, но больше не выставляя свои работы. Так, вам нужно пойти и подумать, в чем дискомфорт. Вам не нравится, когда вас хвалят, вам не нравится, когда вам дарят благодарности, да? То есть вы принимать не умеете, учитесь принимать. Как ты относишься к фразе «он вампир энергию сосёт»? Может ли человек отдать свою энергию кому-то? Я отношусь никак не отношусь, вот, «вампир энергию сосёт». Ну, я считаю, что энергия — это действие, а не какой-то материал. Ты либо делаешь, либо не делаешь, либо двигаешься, либо не двигаешься. Действие невозможно ни отобрать, ни прибавить, ни добавить, ни увеличить, ни уменьшить, ни слить. Поэтому энергии нет, её не существует. Это просто действие. Любое действие, оно же не существует. То есть человек, который шагает, шаги существуют, но как бы нет. Шаги не существуют. Есть точка А и точка Б, и есть движение. Вот движение, оно существует или нет? Ну, по сути, нет. Существуют какие-то объекты, которые материальные, нематериальные. Понятие такое существует, но само действие нет. Оно существует в момент его выполнения. Энергия точно так же — это действие. Люди, которые говорят, что он там пьёт мою энергию, или я там его пью, как вампир. Я просто могу вдохновлять человека останавливаться в действии в каком-то, либо продолжать путь. То есть вдохновлять, двигаться, расти, расширяться, познавать что-то. То есть я могу вдохновлять людей, которыми называют вампирами. Это просто те вдохновители, которые вас останавливают. Те вдохновители вдохновляют вас, блин, ни хрена ничего не делать. И поэтому, естественно, у вас упадок сил. Что такое вообще? Сила, она рождается в моменте действия интереса какого-то. То есть вам интересно шагать, дойти до магазина, потому что вам нужно там что-то купить. И вот вы делаете это действие ради чего-то. И вот само это действие даёт вам энергию в самом процессе. Как только вы остановились возле магазина и замерли, энергии нет. Опять следующий шаг делаете, смотрите, говорите. Неважно, всегда в действии энергия. Её нет, и она есть одновременно. А энергетические вампиры просто берут, и что они делают? Они убивают ваш интерес. Но они не забирают вашу энергию. Бывает, поговоришь с кем-то, например, с другом. Друг-враг одно и то же. Поговоришь с другом, а он, да чё ты, ты не туда идёшь, ты не так делаешь, это не надо. Или мама будет вас там учить, орать начинает. Вот это всё бесполезно, что ты там творишь, ты не туда идёшь. Тебе кажется, что он высосал твою энергию, но у тебя просто пропадает интерес что-то делать. А интерес в движении. Нас своими криками останавливают. Нелли, мои знакомые пытаются меня отговорить делать хиромассаж, а это очень приятная техника. Вопрос. Наташа, тебе не плевать на твоих знакомых? Почему они живут твоей жизнью, а ты пытаешься подстроиться под их? Зачем? Умей говорить чётко, нет. Энергия твоя, женская. Когда ты принимаешь всё как есть и знаешь, когда сказать нет, когда сказать да. Принимаешь свои желания. И если ты хочешь делать, делай. Если это тебе приносит удовольствие, зачем кого-то слушать? Скажите, пожалуйста, я вообще никогда никого не слушаю. Мне плевать, что люди говорят. Вообще плевать, всегда было плевать. Мне плевать, что говорит мама, папа. Папа вообще всегда говорит, ну ты дура снесёшь. Вот мы сейчас с папой встречались, и он. Я иногда, говорит, смотрю твои прямые эфиры там, или захожу к тебе. Мы с женой так ржём, так ржём. Ты такую чушь несёшь. Как люди ведутся на это? Я говорю, пап, ну вот скажи мне, как человек может не вестись на счастье, на любовь, на радость? Нет, ты несёшь чушь. Надо, короче, вот работать, зарабатывать деньги, идти к цели. Ну вот, короче, папа говорит, твоя жизнь, вот нахера мне это нужно? Слушать. Мне всё равно, что он мой папа. Его мнение, это его мнение, моя жизнь, это моя, она у меня одна. Тем более, от тиски мы оторваны уже. От мамы, от папы я давно, они меня оторвали давно. Вот, я цельный человек, который сам принимает свои решения. А друзья так, тем более, кто они такие? Они даже не ваши родители, чтобы вам говорить что-то. Понятно, что люди, когда говорят вам, что не делай это, не делай то, они транслируют вам ваши собственные сомнения. То есть вы сами сомневаетесь в том, что вы делаете. Вы сами сомневаетесь в себе. То есть вы себе не верите. Вот этот стержень внутренний, что я чётко хочу и чётко знаю, у вас такой шаткий. То есть вы сами не понимаете, что вы хотите и не доверяете себе. И люди, поэтому вот это недоверие к тому, чем вы занимаетесь, вам и транслируют. Поэтому поверьте в себя, вы творцы. Нету правильных, неправильных выборов. Есть выборы, которые вас вдохновляют на движуху. Есть выборы, которые вас останавливают. И вы такие, нет сил, нет энергии, лень, депрессия. Я хочу поспать, я ничего не хочу. Я ничего не могу, я не знаю, куда двигаться. Вот, и поэтому, ребят, верьте в себя. Нелли, спасибо, что ответила насчёт выставки. Так легко и ёмко, я даже не думала с этой точки зрения. И я сейчас сижу и думаю, а для чего я это сейчас говорила и услышала? Я когда эфиры пересматриваю, все свои, ну я монтирую немножко, там надо убрать какие-то паузы, покороче, чтобы было. И я анализирую все свои ответы и вопросы, которые мне задают. А почему я это сейчас услышала и что я хотела особо себе сказать? Вот я тоже сейчас думаю насчёт, ну не картин, не выставки, а насчёт своего принятия. Где, что, чего-то не принимаю. Спасибо за вопрос. Как вернуть оргазм в свою жизнь? Благодарю. Ой, слушайте, эта тема, ну не двух, трёх, пяти минут и даже не часа. Я организовывала, каждый год я организовываю, что-то уже какая-то традиция пошла, в этом году я не помню. На тысячу человек, в прошлом году точно делала, на тысячу человек секс-оргазмы, где мы в огромном поле, просто для этого нужно поле. Поле, когда мы все там делимся своими, ну это с девушками, конечно, парни там отсутствуют, делимся своими переживаниями, трансформируемся сразу толпой. Вот, то там те, кто вкурил, кому это действительно надо и интересно, процентов 30-40 начинают испытывать оргазм. Надо, наверное, опять устроить. Эти марафоны обычно я бесплатно делаю с оргазмами, потому что это интересно. Вот, и надо устроить, наверное, такой марафон в этом году. Ну, чуть попозже, может быть, через месяц сделаю. Спасибо, что напомнили. Если мы тысячу человек опять набираем, бесплатно, в Телеграм-группе неделя работы или полторы, блин, вообще сказочная прокачка происходит. Посоветуйте книги про блоки, программы, установки. Я не читала ни одной книги, связанной с программами, блоками, установками и страхами, поэтому я не знаю. Я не посоветую вам это. Я не чтец вообще книг сейчас. Лет 10-20 назад я со школы читаю книги по психологии. Ну, 10 лет я, наверное, в руки книжки вообще не брала никакие. Вот, раньше читала их, но я ничего из них не помню, что в них. Я точно помню мои любимые Юнг и Фрейд. Я их обожаю просто. Если сейчас читать с моим новым сознанием, мне кажется, я вообще-то уже такую информацию отрою. Мне там очень нравятся их эксперименты о том, что звуков вовне нет и цветов вовне нет. То есть всё, что мы слышим, это волна, преобразование в звуки и происходит в голове. Цветов тоже нет. Наш глаз так устроен. Ну, многие художники, которые, наверное, учились в художке, знают, изучали такую тему, что цвета в жизни вовне нет. Цветовая палитра вовне передаётся с помощью устройства нашего глаза. Прикиньте, как круто. Вовне нет звуков, нет цвета. Это вообще... Мир переворачивает это сознание. Вот, если интересно, почитайте. Юнг, Фрейд во все времена, мне кажется, они самые крутые. Ну, учитель и ученик. Мне кажется, любую книжку, которую бы вы сейчас не взяли, она будет ответом на здесь и сейчас на все ваши вопросы. Колобок, Незнайка на Луне, Любую сказку, они тоже будут ответами на ваши вопросы. Возьмите, допустим, Емелю, который на печке лежал, да. Он имел всё, потому что он не парился. Он не бегал там за богатствами. Он не парился, жил по кайфу, и поэтому в итоге у него было всё. Возьмите всех Иванов, там, дурачков в сказках, которые кайфовали от жизни и тоже имели коня и государство с царством. В принципе, любая книжка, которую бы вы сейчас не взяли, можете почитать. И я так думаю, везде будут ответы. Это было в декабре 2019-го. Вот, подсказка, да, последний секс-оргазм был в декабре 2019-го. Значит, так, в сентябре у меня очень плотный график. Ну, август сейчас точно нет. В сентябре у меня очень плотный график, потому что у меня будут сразу три курса по телепатии. Курс «Как исцелять любые болезни себе и людям» и базовый курс по работе с мышлением. Плюс ещё консультации много. А вот на ноябрь, я думаю, пора уже готовиться. На ноябрь давайте сделаем недельную прокачку, потому что в ноябре никаких курсов у меня нет. Сделаем секс и оргазмы. Дубль три. Да, секс-оргазмы, мощнейшие марафоны. Ну, многие проходили. Случилась операция на позвоночнике. Грыжа была. Теперь страшно двигаться вообще. Боюсь инвалидом стать. А вот как раз-таки спина — это не вера в себя. Нет опоры на себя. То есть ищите внешнюю опору, опираясь на внешние источники. Что кто-то вам поможет, что-то за вас делает. Что есть какое-то там внешнее предназначение. Внешний Бог, Творец, который за вас всё решает. Вера в судьбу. Всё это вот проблема с позвоночником. Не вера. Ну, то есть ваш внутренний стержень веры в себя. Вот. И поэтому теперь вы говорите страшно двигаться. Наоборот. Вот теперь нужно начать двигаться. Но двигаться — это не сломя голову, бежать в марафоны, физические упражнения какие-то делать. Нет. Двигаться, начать во все стороны, в свои желания. То есть пойти попробовать разные хобби, которые вы хотели сделать. Начать готовить блюда, которые давно хотели. Поехать туда, где вы не были. Выучить то, что вы хотели давно выучить. Сделать то, что вы давно хотели сделать. То есть все ваши желания и хотелки, они вот срочно требуют, чтобы вы начали погружаться в них и изучать. Это и есть жизнь — познавать и верить в то, что, блин, я творец. Нелли, я в декрете. Муж считает, что я ни хера не делаю. Так, я считаю, что я ни фига не делаю. Это же вы считаете. Целый день сижу в нейте или смотрю телевизор. Он прям кипит на меня и орёт. Что значит, что я сама так о себе думаю? Да, 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 да. Но я так о себе не думаю. Я очень устаю с двумя детками. Не не думаю, а чувствую. Я так чувствую. Думать можно что угодно. Но вы так реально себя чувствуете. Что вот, мир кипит, движется, все люди чего-то добились. А я тут с двумя детками сижу. Ну где-то вы так чувствуете. Когда твоя книга выходит в продажу? Пауза такая небольшая. Я думала, уже в этом месяце она будет в продаже. Вот, пытаюсь. У меня игра ещё зависла, которая тоже готова. Вот только иди её, печатай. И нам осталось её тоже привести в порядок. Вот всё готовое уже вот так вот лежит. Вот просто, на, бери и сделай. Руки не доходят. Только обещаю, обещаю, обещаю. Я сейчас всё делаю. Такой кайф. Позволяю сейчас во благо себе и миру. Учу английский язык. Гуляю. Слышу себя. Кайф. Кайф. Айгуль, да? Полгода назад переехала на юг. Сначала всё на лайте, в потоке. Потом, наверное, скучно стало. И складывалось всё, как хотелось. Но последние недели меня тянет обратно. Начались проблемы, особенно со здоровьем. Но мы всегда хотим куда-то поехать и переехать, потому что думаем, что там будет лучше. Но мы себя всегда берём с собой. Где бы мы ни были, состояние не менять. Естественно. Поэтому переезды, поездки — это не выход. Если вы это делаете не почему, по кайфу, просто ради нового, то это новое вам, естественно, не надоест. Всегда в новом новое. Всегда в новом нет старого. Но если вы это делаете с целью улучшить что-то, что вот там точно будет лучше, хотя причина в вас и материальная действительность преследуют вас всегда, и она от вас отталкивается здесь, сейчас, то вы от себя не убежите, естественно. И вы от чего-то же сбегали изначально. Подумайте, от чего вы сбегали? Это всё-таки вас догнало. Как изгнать алкоголизм? Ой, ну это вообще моя любимая тема. У меня вся родня перестала пить вообще. И муж у меня даже не пьющий вообще. И друзья у меня не пьющие вообще. Я не употребляю алкоголь и даже не понимаю, не лезет. Бывает раз в год выпью стакашку чего-то. Ну так, чтобы прикольно было. И понимаю, что это вообще не прикольно. Давайте задавайте себе вопрос. Курение, алкоголь, пагубные какие-то привычки, наркотики и так далее. Что они мне дают? Так. Уйти в себя, уйти от проблем. Я не испытываю страх, я не испытываю чувство стыда, я не испытываю неловкость. Мне горы по плечу. Я свободно себя чувствую. Я могу говорить, что хочу. В этот момент я сама... Короче, вся темная моя сторона выходит наружу. Это не пьяный бред. Это ваша темная, подавленная, неопознанная тема, которая просится уже давно наружу. То есть я могу свободной быть, свободно говорить, свободно делать действия. У меня исчезают комплексы. Вот вы пишите все, что вам дает алкоголь. Либо вы не пьете, пьют ваши родственники. Муж, родители. Что им? Побудьте в их шкуре. Что им это дает? Представьте. Ну, я уже перечислила больше половины. Там есть еще моменты. Вот. Забыться. И давайте вот этот списочек. Потом на каждый пункт, но это самая лайтовая версия, конечно, можно еще глубже поработать с этим. Но это тогда надо отдельный эфир опять записывать. Папка Коля обещала эти эфиры, но тоже руки не доходят. Короче, лучше вообще ничего не обещать. Когда вы выписали эти пункты, дальше вы себе задаете вопрос. А как дать это по-другому? То есть вам придется с виной поработать? А что за вина такая вообще? С комплексами своими поработать? Почему я комплексую? А что такого страшного произойдет, если я спою на публику? Вот прикиньте, я спела на публику, выложила в прямой эфир. Не только не то, что ничего не произошло, что я могла ожидать, закидать мне помидоры. Мне наоборот говорили, Нелли, ты так вдохновила. Я теперь тоже могу петь, оказывается. Я никогда не пела. Теперь я пою и выложу мою сториз, пожалуйста, тоже к себе. Я вот запела в первый раз в жизни. Спасибо тебе. Мне деньги пошли, люди пошли, возможности мне на работу взяли, потому что я открылась. Ура! То есть оно не то, что там что-то плохое произошло, когда я вот этот комплекс свой взяла в него и пошла. А наоборот, это еще и пользу принесло. Блин, так круто! Когда ты понимаешь, что ты идешь, если в страх, в свои комплексы, и это дает совсем неожиданный результат, и тебя это так вдохновляет, и тебе хочется еще, еще, еще находить из этих комплексов побольше, делать из них таланты, потому что все недостатки и комплексы это скрытые наши достоинства и таланты, которые мы в упор не видим, но, блин, маякуем, так, обрати на это внимание. Вы думаете, страхи у нас просто так возникают? Нет, это тема, в которую нужно обязательно идти, и мы пытаемся, маякуя себя себе, обрати внимание на это, это то, что тебе нужно, там талант. Дальше, что нам дает алкоголь? Я могу говорить, что хочу. А как можно по-другому, не через алкоголь, говорить, что хочу? Ну, просто взять, осознать то, что вы и так можете, и без алкоголя говорить. Попробуйте, идите в это. Что мне еще дает алкоголь? Забыться от проблем. Так, давайте распишем проблему. Почему это проблемы? А что я себе транслирую? Ну, я же творец, я же их сотворила, это же просто отражение моего сознания. Это сейчас у меня конфликт в голове. Я не принимаю ни свои желания, я не хочу идти жить, я не хочу познавать там что-то новое, я себя торможу в чем-то. Вот у меня столько желаний, я торможу, сижу и прикидываюсь, что у меня нет времени. Мне надо посуду помыть, убраться, а вот на мои желания я забью и на последний момент оставлю. То есть вам нужно потом каждый вот этот пункт, который вы выпишите, рассудить, то есть рассуждать и осознать. А как я могу это без алкоголя получить? Что это такое? Просто понять. Когда вы это для себя поймете, ваше отражение, как и вы сами, естественно, будет другим. Потому что вы пойдете и начнете это все делать без алкоголя. Станете собой, станете... Мы то есть внешним алкоголем прикрываемся, ну типа, блин, ну я ж пьяна был, можно на что-то свалить? А мы не белые и пушистые. Мы, знаете, сколько в нас темной силы, сколько в нас такого, что вы себе даже и не знаете. А через алкоголь это все проявляется. А мы хотим себя проявлять. Мы хотим, чтобы это вышло наружу. Но нам же стыдно, поэтому можно еще потом на алкоголь свалить. Да это, блин, я выпил просто, поэтому признался там в любви. На самом деле, не, не, я тебя не люблю. Или, блин, я так давно хотел секса, вот сейчас выпил, и блин, все получилось. А так, не, 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 я же хорошая, я же целомудренная, я же правильная, я же такая вся, жду трамвая, какой секс ты, че? Нет, ну вот с алкогольчиком можно себе позволить. Ну это был алкоголь, можно на него свалить, оправдавать свою вину, типа якобы. То есть, понимаете, вы просто прячетесь за алкоголем, за курением, например, курение, затыкаем себе рот сигаретой, либо находим время на себя, хотя бы 30 секунд, там, минута, кто сколько курит, чтобы чем-то заняться и ни о чем, ну, чем-то заняться имеется в виду, ни о чем не думать, кроме себя, да, в это время я просто курю и просто сама с собой, и все. Времени же другого нет, вообще никакого, я же всегда занят думать, просто ни о чем. Хотя вот думать ни о чем, это самое лучшее времяпровождение. Йоги всегда мечтают освободить бег мыслей, да, медитируют, чтобы просто выйти в эту нирвану и перестать вообще думать вот этим потоком всем. А курение нам дает это расслабление, ну, якобы мнимое, хотя на самом деле пока вы докуриваете сигарету, возникает очень сильное напряжение, которое опять нужно погасить, и чем больше вы курите, тем больше хочется. Ну, про курение там, блин, у меня был эфир, ну, такой слабенький, надо еще сделать. У меня прям есть схема тоже, где-то в черновиках, написанная, как бросить курить легко. Вот я читала Алана Карра, кстати, многие его читали, бросали курить, но он там больше насущность напирает. А если переложить Алана Карра, вот почитайте его, да, и если вы знакомы с технологиями трансформации шаблонов, то переложить текст Алана Карра на трансформацию шаблонов, и это не сущность у вас сидит, которая там, о которой надо помнить все время, что это она тянет сигарет. Вот, а это просто ваше убеждение и шаблон. Если вы его раз создаете, ну, вам потом не захочется курить. Короче, в комбо читаем Алана Карра бросить курить и бросить пить и используем трансформацию шаблонов. Вот, классная будет тема. Кто не знаком с трансформацией шаблонов, тот просто Алана Карра почитает. Вот, многим помог. Кому не помог, то надо ждать моего эфира в параллельной вселенной, где я это скомбинирую. Так, мы просто пришли с тобой побыть без вопросов. Да ладно, нет, ты чё? Как же без вопросов? О чём нам с тобой говорить? А за то, что вернула жизнь другим, спасибо большое тебе, Нэнечка. Ой, спасибо, Андрюша, так приятно. Нэля, подскажи, вокруг меня постоянно много мужчин, но все не те. Вот, скотины, все не те. Как же настроить своё поле, чтобы появился тот самый? Они все те, они отражают вас. Это ваш такой внутренний творец. Вот, вы такая. И вам всё, что не нравится в этих мужчинах, ну, чем он не такой вот? Этот мало зарабатывает, да? Красавчик, но мало зарабатывает. А вот этот красавчик, денег много, секс не очень, да? А вот с этим секс хорош, ну, так выглядит не очень, фигнёк это занимается, да? Ну, типа того. Выписываем первое, второе, третье, четвёртое и начинаем трансформировать. Что я ещё могу сказать? Трансформировать деньги, поработать с сексом, поработать с красотой, с уродством. То есть, вот эти ваши шаблоны все. А дальше наблюдать, интересно. А когда я встречу отражение себя, которое мне наконец-то понравится? У меня сегодня приставы сняли с карты 36 тысяч. Кстати, хорошо про приставы. У меня тоже ошибка с налоговой. Они меня так доконали, заблокировали мои карты в БИА. И я им думаю, ладно, отдам я им эти долги, вот, а потом ну, требую с них обратно. Делали я все эти налоги оплатила. Что-то у них там не сконнектилось и они пишут, что я ничего не платила, а восстановить платёжки не могу. Ну, пока я, короче, восстанавливаю. Ищу возможности. Вот, тоже оплачу. Где-то я себе задолжала. Ну, а что я себе могла задолжать? Желания свои, проявления свои, творчество своё. То, что хочу, себе не позволяю, потому что мне там лень, стыдно, ну, что-то ещё. Либо это во вред типа людям пойдёт. когда отбираются деньги, а это же самый понятный способ движения нашего, нашей энергии. Да, можно так сказать. Поэтому где-то мы себе задолжали. Себе что-ли задолжали. Да, вот знак вопроса на восклицательный знак. Помните? Не могу понять, что означает для меня кровь. Почитайте функции крови в организме. Ну, кровь разносит микро-макроэлементы. Кровь это способ передачи всех жизненных ресурсов. Правильно? Кровь переносит кислород и все элементы. Это среда наша, да? У меня кровь ассоциируется с проводами электрическими, которые типа переносят энергию. Ток. Начинаю что-то изучать или делать и очень быстро пропадает интерес. Как с этим бороться? Зачем с этим бороться? Бросаем, идем, делаем дальше и бесконечно ищем источники вдохновения. Кто вам сказал, что за шаблон такой заложен, что нужно доделать что-то, что я начала? Посмотрите, у меня есть пост такой смешной, я прям всегда ржу, когда я его смотрю. Девушка тащит коляску с ребенком. Едет. Почему тащит? Прям другого слова не нашла. И она уже в море заехала. Ребенок в воде. Это то чувство, когда ты начал идти, но не можешь повернуть, надо же доделать, надо же дойти. Я не могу свернуть, а что подумают люди, ну я же уже иду, я же уже начала эти действия делать, у меня уже ребенок в воде полностью утонул, а мне надо ехать вперед, потому что я себе цель поставила, надо доделать, надо дойти, и раз я уже сюда пришла, надо двигаться дальше. Да кто вам такую чушь сказал? Увидели, что вы херней занимаетесь, что вы уже ребенка своего внутреннего затопили, он уже задыхается без воздуха, потому что ему это неинтересно, вам внутри неинтересно, вам это уже не нужно, вы себя душите, пытаясь закончить дела, которые неинтересны вам, которые вам не нужны, то есть вы душите вот так вот свою душу, своего внутреннего ребенка, свой интерес, зачем вы это делаете, зачем с этим бороться, выкинули нафиг, пошли следующим делом заниматься, как только вы переключили внимание на другое дело, вы его чуть-чуть поделали, вам придет желание вернуться и доделать, у вас опять придет вдохновение, мы такие люди, которые устаем от монотонной одинаковой рутины, одинаковой работы, мы не можем одно и то же действие делать, как бы мы не любили мороженое, мы не можем его бесконечно есть, мы можем переключиться на клубничку, покушать мясо, а потом опять захотеть мороженки, но если вы будете пытаться это мороженое есть без конца, потом вы на него смотреть не сможете, весь смысл постоянно переключаться, то есть не доделали дела, переключитесь, поделайте что-то другое, и отдых это тоже работа, просто смена работы уже отдых, то есть хотите отдых, а просто прекращайте делать одно, переключайтесь на другое, даже спать это работа, даже думать это работа, даже просто стоять это тоже какая-то работа это какое-то действие важно переключайтесь вот убирайте вот эти вот шаблоны что нужно доделать вот все это разорваться в кровь у вас желание пропадает не только вот это доделывать у вас пропадает желание вообще в жизни что-то делать и вас посещает здравствуй депрессия если вы пытаетесь что-то одно делать здравствуй депрессия вам вообще ничего потом не хочется не то что там что-то другое себя в другой переключить вопрос хочется лежать и все и помирать не доводите себя до этого состояния не надо как с фобиями боюсь дико пауков стопит понимаю что они не навредят но страх обездвиживая тем более крупных у вас что вокруг пауки в доме что ли вы что бесконечно с пауками этими живете что но к чему вот фобия для тех людей которые вот реально нечем заняться вот нечем заняться только вот сидеть и бояться потому что вот в данный момент не пофиг на мою жизнь я их и не ценю мне вот сейчас делать нечего давайте что-нибудь придумаем будем сидеть и бояться знаете напоминает котенка гав ой боюсь боюсь давай бояться вместе но осознайте то что вы пытаетесь просто отвлечься от реальной жизни в которой вот здесь сейчас данный момент находитесь все эти ваши фобии страхи о будущем о прошлом о том чего в принципе даже не может произойти и вокруг нет в вашем городе тарантулов которые прыгают на ваших подоконниках зачем это делать но вот осознайте то есть причина возможно если я встречусь с инопланетянином мне тоже будет страшно а если нападет на меня тарантул у которого еще вот так вот или как из чужого вот раскроется потом еще одно еще а потом не такой кузь за нос мне тоже будет страшно но вопрос зачем мне сейчас это придумывать и думать об этом вот для чего есть ответ только что пришел вам не хватает адреналина адреналин нужен человеку для того чтобы оживить мертвого адреналин оживляет движухи не хватает в жизни ну вот да скучно сейчас жить надо думать о чем-то там будущем в будущем не произошедшим и страшным потому что вам не хватает движухи адреналинчика интересом вот поэтому фобиями и обкладываемся идите старые замки прыгните идите на скорости покатайтесь устроите себе адреналинчик придумайте где можно взять нормальный адреналинчик жизни остаться без денег например мы себе такой адреналинчик все время устраиваем боитесь пауков ok нет денег причинно-следственная связь очень созависимо между прочим потому что плен без денег такой адреналинчик интересно что буду сегодня есть а вот у меня девушка есть я хочу ее в кино пригласить блин адреналинчик денег-то нету как завлечь девушку и если вы себе не устроить адреналин какими-то новыми способами осознанно типа пойти покататься на качельках то будете делать себе ситуации где этот адреналинчик здесь сейчас вам понадобится я думаю вы поняли мысль радоваться жизни не получается поэтому допинки есть еда алкоголь ну и это тоже нам списочек добавим на или спасибо ты помогла ну можно же еще глубже можно записывайтесь на консультации директ виктория вас запишет прям глубже не могу пойти мужики так ум отключает а потом это за зависимостью ли так кто ум отключает мужики может это вы отключаете ум мужик все я без ума я курю получаю кайф от вдоха и затяжки да потому что по-другому дышать мы не умеем кстати практики дыхания через сигареты очень хорошо заходят вот но если вы сейчас начнете заниматься практиками дыхания как по-другому дышать до практики дыхания есть очень великолепные разные дышать животом ли очень круто и курить меньше захочется а потом еще шаблонами поработать еще меньше а потом и совсем бросить от курения я получаю а это мое время когда я остаюсь одна да то есть я курение связала с тем что это помогает не быть одной свяжите быть одной и там с кружкой чая например ну нету и с курением связали когда я сбегаю от кого-то да типа покурить но можно сбежать и найти возможность сбегать подышать свежим воздухом на улице не сигареты самый крутой твой совет стопы да это не мой совет совет мема как девушка пришла к психологу и говорит я боюсь коробок он стоп и такая боевый запутый пространство он стал интернете есть такой прикол 100 вот мне понравилось зачем вы это делаете прекратите это блин как вовремя в деревне три недели отгудели как ты на ли все правда вытаскиваешь не знаю если хочется курить только когда выпиваешь алкоголь стопы курите и пейте наслаждайтесь этим но параллельно проработайте с вашим шаблоном зачем вы пьете когда перестанете пить и курить перестаньте уже несколько раз подряд новости о смерти молодых парней чтобы это могло значить какая-то часть вас творческая умирает смерть мое творчество блин вы сами уже все знаете и трата там да вот и задайте все вопросы что я не хочу творить эту еда тоже самое как и курение согласна я по алана кару бросил курить более 13 лет назад пожалуйста ну кому не помогает с шаблонами еще я дочитала и пошла курить значит с вами надо глубже работать я курить по нему дважды бросала помогала а вот с лишним весом его книга легкий способ бросить вес не помогла значит можно сейчас новым мышлением еще раз почитать и алан карта конечно клин крутой психолог ты делишься знаниями нет я знаниями не делюсь я вдохновляю вас узнавать ответы у вас самим самих верить в себя задавать себе вопросы если вы правильно задаете вопрос всегда есть ответ ответов нет потому что вы вопрос себе не задаете это вот как в примере вчера я хотела пойти и обучиться бухгалтерии понятный способ моего мышления как и любого другого человека то что надо взять деньги заплатить меня научат понимаете да цепочка деньги пойти и заплатить меня научили я бухгалтер ну я задала себе вопрос а возможно ли чтобы меня научили и мне заплатили за то что учат меня не я учителю а ученику платили деньги за то что он учится возможно ли такое я задала себе вопрос блин день-два у меня был ответ возможно его сразу же осуществила за неделю осуществила и устроилась на работу бухгалтером хотя ни хрена вообще ничего не знала стала первоклассным бухгалтером еще не хотели отпускать и платили хорошие деньги за то что меня учили то есть как только вы в вопросах находитесь ответы есть вы просто их себе не задаете вы пытаетесь их задавать кому-то но не себе либо вообще не задаете просто но теплее как решить все ухожу